Да, на любом катал. Везде нормально заезжает. Какой мидл? Ты о чём? Я негодую по поводу Волва. Я кастюю Корею в 6 утра. Её смотрит 50 человек. И мне всё равно ничего не сыпет. А ты написал год хант? Нет. Там получают корейские... Играет MVP, смотрит их второй состав MVP, и они получают шмотки, а ты нет. Это всемирный заговор, мне кажется. Мне кажется, есть такой чёрный список, в который мы входим. Возможно, кстати. Так, у меня что-то быстро слишком камера ёрзает. Да нет, нормально. Значит, это я с непривычки. В любом случае, друзья, команда Empire. Маг Андрей, маг Думенко будет играть, собственно, на самом Думе. Silent Elder Titan, One Score на Абадоне. Новый этот Абадон. Да-да-да. Мейса и... О, животное. Причём рарное. Но выглядит оно вроде неплохо. Ладно. All of the Dawn of Fly у нас будет играть на Crystal Maiden и Resolution на Night Stalker. Только пока непонятно, что если гейминг, что у них там, кто на ком будет катать. Видно только, что Виккет Сик, это алхимик, Чоми, Шторм Спирит и Бигнум будет на виверке-виверочке. Абадон прикольный. Да, я уже как раз подметил, что забавно выглядит. Он очень похож на кого-то персонажей из Вова. Он, знаешь, на кого похож? Помнишь, Властелин Колец, там вот эти чёрные эти рыцари, которые были? Сколько-то там этих всадников было. А, всё понял, в начале самой первой серии они постоянно светились. Ну, да-да-да, они там постоянно. Вот один в один. Маска, по крайней мере, очень похожа. Я вам ещё раз покажу, чтобы люди убедились. Только тут, там у них вот тут разрез есть. То есть, она не замкнутая. Типа, не с плагиатили, запаяли, всё нормально. Может, он просто ещё харя не треснула? Не знаю, не знаю. Так, у меня ещё почему-то показывает, что... Не, нормально. Нет, Вилата нету. Я вот тоже смотрю. Не, ну, что-то есть немного Вилата. Периодически замаливает. А ну, Андрюк, включи пока камеру, пожалуйста. Или турнирную таблицу, например. Мне буквально на секундочку. Я проверю, чтобы в Доте ТВ всё было окайно. Да-да-да-да, там в Доте ТВ беда бедовая. Сейчас я ещё раз быстренько проверяю. Проверяйки, проверяйки на дереве. Яйки. Да, теперь уже более-менее нормально. Сейчас ещё сделаем вот так вот, наверное. И... Говорю, говорю, говорю. Всё. Отличненько. Да. Всё. Найса. Ну, собственно, друзья, вы как раз успели посмотреть на турнирное положение этих команд. Где находится Ослигейминг, где Эмпайр. Сейчас Гудхан будет сёрбать. У тебя трубочка есть. Почему ты пьёшь и наклоняешь? У меня бьют ещё есть, понимаешь? Я понимаю, но... По трубочке он горячий нереально протягивает. Дало. Нет, не слышно там, не гони. Такой, знаешь, вина. Попил чайку просто на 15 тысяч человек. Да-да-да, нормально. И все знают, что 15 тысяч встали и пошли кипятить чайник. Потому что захотелось. 15 тысяч извинений, дорогие друзья. Так, ну вот пишут, что сори, сори, сори. Трон у нас будет на Nature's Profit'е. И we just dig, или просто зиг. На визадже. Собственно, вот и всё. Такая плавная камера. Такая плавная-плавная? Очень плавная. О, да. Плавнее, чем обычно. Ты, видимо, уже где-то вот... Чай вкусный. Чай вкусный очень, да? Угу. Расслабляющий, судя по всему. Очень. Да-да-да. Так. А у нас, возможно, стычка сейчас будет на топе. Так, какого чёрта? Тут не уникальный сет на вивера вообще? Что за фигня? Ну, где-то слив. Надо всем командам, кто играет с вивером, сказать, чтобы использовали только уникальный сет на вивера. Смотри, будет листычка. Вроде как друг друга должны сейчас заметить, но... Ну, тут атаковать нечем, понимаешь? Тут есть вот пять героев, например, посмотри внимательно на Ослик Гейминг, у которых нету ничего вообще для драки. Ни одного скилла, который может помочь, кроме замедления визажа, наверное. А если спрейли с тона алхимика? Хорошо, а тогда вот что будет делать Шторм? Нейчерс, Профит и... С руки наваливать просто. Вот погоди, то есть они будут наваливать с руки, в то время как тут будет ЦМка, Дум с каким-нибудь там ещё, Войт вот этого вот Найт Сталкера. Ну вот, вот. Всякие Абадоны со своими щитами, которые... А пофиг Шилд и всё, и ему реально а пофиг. Важно, понимаешь, надо выигрывать контролем. Сплыли это непосредственно. У тебя есть герой, у тебя есть возможность, команда, с которой ты можешь пойти и драться. Причём к ключу, к спине. Катан крышует катана. Так, ну в общем, что мы видим? Мы видим пока Резолюшн у нас в центре, и его хотят убивать. Его реально хотят убить здесь. Абадон его... Причём, кажется, знают, кажется, знают это парни из Эмпайра. У них вот здесь стоял Вард, только что они помигали вот в эту область. Следовательно, возможно, Резолюшн в курсе, что там есть люди. По крайней мере, Абадон от него пока ещё не отошёл. И у Абадона есть Апофиг Шилд. Ну вот, собственно говоря, они выходят. Он ждёт, когда закинут стан, и сразу же кинет щит. Всё нормально. Вот, собственно, всё понакатанное. Ванскор всё чётко сделал. Вообще, парни из Эмпайра тут хорошо прочитали момент. Ну и... Бигнум внизу с дабл дэмэджем. Я бы на месте Сайлента не подходил пока к виверу. Ну да, сейчас очень можно много наполучать. Придётся потратить всё, что есть. А у него, кстати, фласки вообще нету. А деревяшками отъедаться, это дело такое. Да, это вообще неблагодарное, да. Согласен. Так, я там слышу, алхимик у нас опять взрывается. Я не знаю, что там с ним случилось. Видимо, заняться было ему нечем. Было очень скучно. Да, да. Так, ну и Андрей Мак Чепенко у нас получает пока второй уровень потихоньку на Думе. Да, так. Фоллумак с нижним подчёркиванием, естественно. Так, ну и что вообще можно сказать по игре? Можно сказать, что нету ярко выраженного хардкерри, да, у Империи. Дум. Ну, Дум, он такой, скажем. Он такой, знаешь, когда у него шесть слотов, он такой. Я тебе хочу сказать, что много героев, когда у них шесть слотов, они ой-ой-ой. Не знаю. Ну вот я тебе говорю. Например, под масс шестью слотами. Кто, под масс шестью слотами не очень? Послабее, думаю. Ты хвосту расскажи. Хвост тебе быстренько объяснит, что там вообще как дела. Зато у УСГ есть Алхимик, есть Фурион, есть Вивер. Гораздо больше героев, которые могут убивать в конце. Маг только что под вышкой. Вообще ни одного крипа не забрал там из двух пачек. Досадно. Ну, бывает, что не везёт. Ну да, да, да. Наверное, тут был именно этот случай. Так, Чомми у нас там ещё против Резолюшна. Катает третий левел Найт Сталкер. Так, на топе у нас Руна Инвиза. И чей же спортсмен окажется шустрее и скорее будет ли замедление? Нет, нет, нет. Чомми решил разбить. Он понял, что сейчас поймает Войт в табло. И что Найт Сталкер его обгонит. Решил действительно разбить Руна. Осли и гейминг, Кура, Нави. Это какая-то вообще, я не знаю, неправильная, по-моему, позиция. Мне кажется, неправильно. Знаешь почему? Потому что конкурентов рекламируют. Это же всё. Это же прямой конкурент. Вот у них есть свой фирменный курьер Ослик. Почему они используют курьера Нави? Понятно. Зеррич проплатил. Зеррич проплатил. Вот так вот. Уже на таком уровне всё у нас происходит. Да, там ещё, кстати, у него всяких гемов натыкали. Потусторонний самоцвет какой-то. Ещё всякая чушь. А тут, кстати, что? А тут у нас... О, вот это царский вообще курьер. Шестой игрок Эмпайр теперь. До этого был шестой игрок Рокскиз. Теперь это шестой игрок Эмпайр. Нормальная у него бочка. Да, он вообще... У него анимации просто шикарные. Так, что у нас тут? Тут у нас Бигнам уже с джиминейт-атакой начинает рассказывать по очереди игрокам Эмпайр, что подходить к Виверу занятие неприятное. В медле противостояние по ластхитам 19 на 4 у Шторма и 12-2 у Резолюшена. Ну, пока Шторм по крипам тут лидирует. Но разница в том, что Резолюшен сможет реализовать себя чуть ранее. В первую ночь уже может пойти погангать. У него сейчас тем более будет пятый уровень. Сапог у него уже есть. Боттл к нему прилетел. Есть стихия. В принципе, этого достаточно, чтобы пойти и забрать какого-то саппорта. Да, для спорта действительно больше не нужно. Я думаю, что мы, возможно, увидим еще какой-то щиток, например, за 200 копейками монет. И почему я все время говорю, что надо щиток на Эдсталкеру, надо щиток на Эдсталкеру, потому что так же, как я все время говорю, он постоянно воюет. А щиток в начале игры вещь практически незаменимая. Так, у нас тут стоит Вард и видят перемещение сейчас Резолюшена. Он с хостой. Мало того, что ночь, плюс еще и руна ускорения есть. Так что надо быть Чоми немного осторожней. Хотя Чоми сейчас вряд ли что-то угрожает. Если что, как-нибудь сейфтп от игроков. Подожди, Чоми на самом деле много чего угрожает. Вот она руна хосты, и это ферстбат на Чоми. Почему же он вот так вот опрометчиво-то вышел? Сейчас Резолюшен просто его заберет. Да, действительно, должен быть сейчас Вижен. И... 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 Резолюшен умирает. Да. Вот и Билю Чоми. Очень вовремя подлетел сюда Трон. Еще и спруты у него прям оказались вкачаны. Хотя могло их и не быть на пятом уровне легко. Да, но не все качают фурионы на пятом левеле спруты. Скажем так, ну видишь, вот этот вкачал. И это окупилось с лихвой. Так, ну и у нас там еще готовится выход на нижнюю линию. Сейчас Викед Сик и Зик. Стан. Да-да-да, раскручивают. Так, думаю, кого бы тут лучше убить. И... У-у-у-у-у-ой! Вивер тоже тут и... А Сайлент там какие подачи наваливает своим кирпичом? Ты посмотри, два фрага уже делает команда Империя и... Нет, там... Абадона, кстати, не убили. Абадон сделал himself. А, Абадон еще и заденавился, да? Ну вообще халява, слушай. Так, там еще Resolution. Resolution мониторит, да? Перемещение осликов. Он видел, что там была куча телепортов. И сам, наверное, будет сейчас убегать. Ну, на его месте я лучше убежал. Ой, да ладно? Какая была опасная атака? Resolution. Слаживается Шторм. Шторм подтягивает Сайлент. Останет огромные проблемы. Сожрал стики. Его пытаются Кайлом подкилить. Повесили щиток Сайлентера, но... Скончался. Да, Сайлент умирает. Ну и Resolution начинает наворачиваться. Жал стики. Три секунды Resolution до Войда. Бигнум убегает в шокучах. Ну и тут все остальные тоже, я думаю, будут сейчас убегать. Так, Resolution. Тысячка. Кстати, может сейчас по Тауру спокойно забегать. Там слишком много крипов, но... А, Бигнум Мидос, кстати, купил себе. Рецепт на Мидос есть уже у Муравья. Ну, шестой минуте это неплохо. На, не собираем. Хороший результат. Дум, кстати, играет через Физы. Не знаю, будет ли он сейчас собирать так же Мидас. Есть у него тысяча на руках. Ну, мне кажется, пока мага никто здесь не особо трогает. Особо не трогает. Не особо трогает. Не особо трогает, да. То есть трогает, но не особо. Элдор Титан. Забирают они с Resolution за вышкой все же. И визаж, скорее, здесь тоже погибнет, скорее всего. Сайлент по щиточкам идет. Жойстик сейчас получит тычку от щитка. Так, ульта еще у Фриона. Неплохо, кстати, залетает ульта от Фриона. Resolution в результате отбегает. Есть у него еще четыре стика. А вот у Сайлента... У Сайлента тоже есть стики. У него есть Healing Self. Но надо бы ему отсюда как-то сваливать. И его заблокировали, да. Поджал его трон, но это минус Сайлент. Определенно минус Сайлент. Здесь еще сливается Чомми. Килл делится на троих. Отлично сыграла вышка в этом моменте. Вышка просто царила. Ее вот эти выстрелы... Знала всегда... Не растерялась, да. Не растерялась. Стреляла нон-стоп. Вижена ей вообще не надо было практически. Так, что у нас у ЦМК? Чем занимается ЦМК? У нас пойдет сейчас... Что, стики купит? Да. ЦМК закупает себе стики. Есть, кстати, у ЦМК телепорт. Так что, если сейчас внизу начнется заварушка, возможно, мы увидим Crystal Maiden в той драке. Там у многих уже, кстати, есть... Так, хотя нет, нет. Это Бигнум только у нас пока с рецептом на Эмидас. До сих пор, кстати, он не купил себе варежку. Вот это уже напрягает. Потому что у него уже реально полторы минуты нет варежки. Ну, без варежки бьет он не так быстро. Варежка ему необходима. Да, ну, во-первых, бьет не так быстро. Во-вторых, он ее еще лишний раз успел. Так, Storm Spirit забирает резолюшник, кстати, в миде. И забрал его в соло. Абсолютно в соло прилетел сюда еще. А вот это уже немного непонятно, как по мне. Не должен Найт Сталкер в соло умирать от шторма. Ну, вообще никак не должен. Просто посмотреть там, сколько хп у Найт Сталкера. Не, понятно, что он там был по-любому сейчас какой-то суперкоцанный. И из-за этого только он погиб. Так, ну вот, появляется Мидас. 7 минут там 45 секунд понадобилось для того, чтобы его солоить. У Тома тоже появляется Мидас. Рецепт уже прилетел. Ему осталось сожрать одного крипа Девауэром. У него появится... Вот, уже переварился крип. Он идет за перчаточкой. Да, то есть... 7 минута, одновременно Мидас появляется и у Вивера, и у Дума. Не, ну Маг сейчас будет фармить просто как бешеный. Так, у нас там Элдер Тайтон, минус Алхимик. Драк на самом деле огромное количество. У Ультфуриона прилетает, у Сайлента проблемы, Сайлента слоу возвращается. Сайлента сейчас, да, Спирид вернется. И там МС слишком большой. Плюс еще есть рядышком Абадон. Найт Сталкер тем временем забирает дабл дэмэдж. И все, это по-любому минус зиг. Жойстик. Да-да-да, тычка. И все. 11 фрагов за 9 минут. Очень неплохой результат. Да, начало просто бешеное на самом деле. Ну, как ты и говорил, Осликам необходимо играть агрессивную доту. Вот они пытаются, пытаются. Хотя имперцы, мы видим, что у них тоже пик достаточно агрессивный. Плюс у них есть Дум, который лейтом, наверное, его назвать нельзя. Но в середине игры, учитывая свой супер-быстрый фарм, он может просто невероятные вещи демонстрировать. Собирать какие-то быстрые айтемы, всякие барабаны. Кирасы. Кирасы, да. И быть просто нереально полезен команде. Вытанковывать тонны дэмэджа. Сайлент. Что, урна есть? Есть сапог. Да, вот видно, что имперцы также готовят с крайним файтом. Все артефакты на это намекают. 1100 у резолюшена. Забирает еще крипа войдом, но у него... Ну, резолюшену тапок нужен сейчас грейжен, и я не знаю, будут это файзы или пауэр трэдс. Нет, это будет бустер. Это будет фаст вангвард. Да, это будет бустерок. Бустерочек. Так, ну, до следующей ночи еще достаточно далеко. Вот резолюшен понимает, что у него еще боттл полный. Что надо бы, наверное, его как-то реализовать. Главное, чтобы сейчас не дареализовывался. Ну, это, кстати, минус резолюшен. Ну, тут уже хорошее исполнение от команды Осли Гейминг. Действительно, тут уже слишком много дэмоджа он получил, и был практически фуловый. Но очень грамотно здесь сыграли в ОСГ. Ну, имперцы сейчас делают всю свою ставку на фармящего мага, который находится все это время на топе, никто ему не мешает. Третий Дивауэр. Кстати, интересно то, что прокачал он в четверку землю, а не... Ну, потому что... Кстати, да, вот это действительно интересно, почему именно земля, а не Дивауэр. Ну, ладно. В принципе, не так критично. Так, у нас там, смотри, на центре вышку пытались запушить. Так вот, не качает левел дэс, маг, только потому, что драться он не собирается вообще в ближайшее время. Но это не собирался тогда. Включая только деможда, стоит агрессивный вард, но вряд ли. Там сейчас агрессивный Элдер Тайтон будет. Стан, заряжает, спустил. Сайлент. Получает эсид спрей, вернулся сперед. Должен быть щиток, есть щиток. Там Найт Сталкер, посмотри, сбегает. Он-то на хосте и с дабл дэмэджем просто вига стайл от резолюшена. Есть первый фраг, ну и тут сейчас Сёпа умирает. Здесь тоже погибает. Маг тоже присоединился к драке, у него ещё есть дум. Жастеньку некуда бежать, леса просто нету снизу под тавером. Решили эту проблему. Да, бедный зик. Ну и минус. Дабл килл от резолюшена. Ну, понимаешь, когда ты видишь Найт Сталкера с хостой и дабл дэмэджем, сразу руки тянутся к консоли и надписи «Дисконнект» для начала. Безысходность как выглядит. Это реально безысходность. Особенно, когда ты какой-то визаж, у которого ещё и леса под вышкой нету. То есть даже, в принципе, мансить негде. Да, да, это очень страшно. Знаешь, это типа три картинки сделать. Ты так, первая картинка, видишь Найт Сталкера на хосте с дабл дэмэджем, вторая, поворачиваешь голову, типа, леса под вышкой нет. Третья, ещё сзади третий пайс команды Найт Сталкера. С этой бутылкой сидишь, запил. Да, но я же. Ну, я же. Да, ну, неплохо, неплохо здесь имперцы подрались. Плюс ещё маг подключился, наконец-то. У мага 2 200 денег. И вангвард появляется у резолюшена. Вангвард, причём, да, раньше грейджного тапка. Так, жестик вардецкий. Сайлент. Да, вот у Дзика нашли сейчас и Сайлент, Сайлент. Это вопрос, кого нашли? Скорее всего, нашли Сайлента, да. Ну, вот я же говорю, что Сайлента сейчас нашли, но Сайлент. Врывается на Флай. Сейчас ещё и Флайд тоже приедет. На Флайд получает один слой, этого более чем достаточно. Ещё и в спруты закрывают Бигнуму, типа, посиди там, муравей. Муравей. Так, что у нас тут делается? Маг пытается выформить Shadow Blade себе. Ему осталась пятихаточка, и появится Квеймор. Сможет инвизировать. Не, ну, у Дума там всё шикарно. У Дума сейчас 523 ГПМа для 13 минут, ну, по сути, 12 минут, да, 12 минут прошло. Это очень хорошо. Полных, да, это действительно очень хорошо. Сейчас он, я думаю, будет ускоряться очень-очень сильно со временем. Если ещё будут нормальные драки какие-то, то Дума может стать, скажем, ключевым в этой игре, решающим героем. Денег, ботину, понятно, много. Можно посмотреть графики. 12 минута. 2000 преимуществует Empire по золоту, 0 по XP. Ну, там буквально, может, полтосик выиграют сейчас Ослики, где-то крипа зажучили. Одного так, хоп. Да. Лишний вышел со стороны Empire. Ну что, со 100 и появится Квеймор. О, ты посмотри, есть русское название теперь. Тренд. Тренд. А почему не Толян? Волве, it's impossible to cast dot2. Fix it, please. Там, я не знаю, надо было имя каждому, да, знаешь, был же в Вове рандомайзер имён. И тут точно так же сделать, там, Колян, Толян, Вован, там, я не знаю. Братан. Братан. Катан. Не, Катан, это типа, что-то должно быть. Рошана можно так назвать. Рошан Катан? Рошан Катан. Игисов. Да, нам, кстати, не так давно статисту давал инфу, что откуда вообще появилось название Рошана, Рошан? Ну откуда? Не знаешь? Нет. Это у Яула, вроде бы, ну это один из создателей, шар для боулинга так назывался. Понятно. Нормально? Я понимаю, они Виспабы так назвали. Я тебе говорю, что Рошан, типа. Рошан. И были ли у него скины, там, девятый, десятый. Там, тринадцатый, да, там. Тринадцатый. Так, ну что у нас здесь? Здесь у нас забрали одну вышку. На ботую вышку тоже упадет. Дум. Там много телепортов, но и Чоми тут по-любому отъезжает. Чоми по-любому погибает, да. Резолюшн. У него есть Вангвард, он может сейчас танковать. Огромное количество. Трон уединился. Как трон удачно закрылся. Так, ну и Бигнум единственный, кто отсюда улетел. Там остальных просто разрывали в плочья. Один с восемь. Импайр выходит вперед. Тут безоговорочно. И мне кажется, преимущество сейчас будет только расти, потому что маг участвует во многих драках. Тысяча двести у него снова на руках. У визажа появляется медалька. Я не знаю, зачем она ему. По-моему, себя только хоронить. Да нет, типа визаж с медалькой это нормальная тема. То, что раньше у него очень... Визаж шестого уровня с непрокаченной пассивкой, поэтому... Да ладно, какая ему разница? Он все равно, если его начнут бить, он обычно умирает. Типа первая пассивка, она особо толку не дает. А вот то, что будет медалька, плюс еще алхимик, плюс еще алхимик этот стан как... Кстати, погоди. У кого ты говоришь медалька? У визажа. Ага. А у алхимика тогда что будет? Еще одна медалька. Ну, понимаешь, это же гордо носить на теле медаль. Медаль. А, это к алхимику прилетело? Ты что-то меня вот это разводишь. В смысле? А не, алхимику я только что купил, лол. Да, точняк, две медальки. Ты меня тут не... А просто курьер прилетел, я думаю, типа, что за фигня? Так, у нас тут лидера поймали. Да, биггну уцепляют. Смотри, просто флай не прощает его. Да, ну, две медальки купили, не думаю, что это хорошее... В принципе, да, медалька это всегда прикольно. Алхимик будет сейчас только на себя и рассчитывать, но все равно. Две медальки это небольшой перебор, да. Фокусить ты все равно будешь одну цель? Ну, да, да, в основном именно так. Но они же не стакуются, да, я так понимаю? Не, не, они вроде не стакуются. Это же не вроде, а 99% уверен. Две мейки, да. Ну, мы помню, когда-то видели, там, две мейки и третий чувак уже пытался собрать меку. То есть он увидел все-таки, что в команде уже есть две и подумал, что третья будет перебором. Да, причем у него был баклер, то есть он не хедреску купил, типа, мол, из которой можно пайп собрать, да, в дальнейшем. И он оставил себе баклер просто, ходил и жаловал. Да, и у него был просто баклер, ну, набегался. Нормальный баф, кстати. Отличный баф. Плюс два армура. Как базилия. Ага. Наверное, да, это разные бафы, мне кажется. Там вроде как-то, да, что-то делали, я не помню точно. Ну что, 11, 8, 16 минута, а преимущество, кстати, у имперцев не растет, несмотря на увеличение количества киллов, тысячи по золото и поторы тысячи по экспе. Да, экспо, они начали выигрывать немного за счет убийства, а вот золото-то не растет. Летит ли ультимейт торп, или уже линка летит? Нет, пока только ультимейт торп. Кому, кто прилетел? К бигнему. А, к бигнему. Ну, потихонечку к линке он приближается. Линка, это, конечно, лок. Дум, который уже плейтмейл себе прихоботил, 900 есть на руках. Когда появится кираса, начнется какая-то беда. Ну, просто, опять же, если посмотреть, допустим, на Вивера и на его нетворс и на его артефакты, то вот это соотношение стоимости героя к полезным айтемам, оно будет просто ничтожным, потому что много чего здесь вообще никакого проку нету. Мидас, ну, в драке хрень полнейшая, естественно. Ну, конечно, да, Вивера это еще хоть как-то идет, потому что атак спид дает. Базилка, ну, понятно, тоже такое силенка. Опять же, помимо Ивейда с пыла, по сути, практически ничего не дает. Там немного статов. Не, он дает статов неплохо. Да, немного статов дает. Это, конечно, приятно. Но Дум, который сейчас уже будет с кирасой и шедоу блейдом, там, и на фейзах рассекать тоже с тем же Мидасом. Так что, мне кажется, это более страшный вариант. Тут у нас, кстати, Сайлента нашли. А вот Расказ залетает сюда, Шторм, ой-ой-ой. Ну, Ван Скорр, скорее всего, тоже здесь погибает. Ряд его отсюда отпустят. Да, он. Медальки еще взорвали сейчас просто. Ну, это минус 2 в исполнении Осли Гейминга. Найт Сталкер забирает рунную регенерацию. Они с Думом там в своем лесу что-то делали в этот момент. Ну, Викид Сик, наконец-то, получается, у седьмой уровень за этот файт был у него пятый. Теперь хотя бы ультимейт есть. Ну, я вот думаю, что пора, наверное, имперцам идти уже понемножку быковать. Они понимают, что сейчас пока нету ночи, это делать не слишком круто. Да, отдавать вышки тоже не слишком круто. Я же не понимаю, тут есть алхимик, тут есть... Так. Ну, вот, собственно говоря, залетает сейчас у нас Сайлент сюда, пытается отпугнуть. Да, но Зик улетает, все остальные разбегаются и отпугнули. Вот Тир-2 Таура своего внизу имперцы оппонента резолюшн пока убегает с мида. У резолюшн, кстати, гем, да, есть. Флай ему передал. Так что резолюшн сейчас главное не отдаться. Ну, че, ми-то есть орхид уже. Это вроде как неплохо. Восемнадцатая минута, конечно, не супертайминговый. Не, но это все равно нормально. Это нормально, да, я тоже считаю, что... Мы не так давно приводили процентное соотношение по поводу сборки орхида на разных минутах и винрейта, что если орхид собирается до пятнадцатой минуты, то винрейт там что-то восемьдесят с чем-то процентов. А если орхид собирается до двадцатой, то там около семидесяти. Но это все равно дофига, это очень дофига. Семьдесят процентов это понятное дело много. Сто семьдесят процентов это вообще очень много. Это побольше, чем у Единой России. Ну, я думаю, они в этом году подтянутся. Подформят еще процентика. Да, да. Слышал я, что 170 стало, возможно. Не дотягиваем. Не дать что-то. Теряем скилли. Теряем ховаточку. Кто-то есть недовольный в России жизнью своей. Надо решить эту проблему. И тут Сталин такой, я знаю, как решить. Так, ты смотри, у нас тут тоже решают сейчас свои проблемы. Вот, отличный просто. Оба коллектива. О, как же тут много дамаги залетает в Бигнум. А Бигнум, да, еще линки у него нет. Здесь Новый Год от Семки был просто царский. А Флайн надамажил просто terrible, terrible damage. А Элдор Титан собрал себе Мидас. Да, ну и как бы имперцы в полном составе сейчас отправляются по центральной линии. Шива с Гвард появляется у мага. Мага. Угу. Это Шив по неизведанным дорожкам, так сказать, пойти. Не, ну на самом деле Шива-то это очень классный айтем. Это один из моих любимых артефактов, потому что он дает вроде незаметные такие дебафы, которые на самом деле дохрена заметные, если сравнить вот до применения Шивы и после применения Шивы. Там дамагу как-никак лишнюю вносит. Так, у нас тут к Сайленту Мидас прилетел, Шива прилетела к... Точнее, ПТ прилетела к ЦМке и Шива пока еще не долетела к магу. Слушай, а что за ивент новый собирается вести на Рождество? Ну, Фростфьюз. Он же был в прошлом году. На русском, как он называется? Холодрыжество. Холодрыжество. Сказать, я корею не в чате. А как ты относишься к холодрыге? Я говорю, да ничего, уже смирился, типа зима, все нормально, утипывился. И там просто у пацанов бомбануло. Так что я не знаю такого мода. А я действительно его не знаю, потому что я не играю ни в че, кроме доты. Не, так в прошлом году тоже был такой мод. Я уже говорил, что по приятности он был чуть приятнее, чем Дайр Тайт, потому что там можно было играть одному и при этом хоть что-то выигрывать. Не обязательно было иметь стак из десяти задротов для того, чтобы обузить Рошана. Так, ладно, что у нас здесь? Здесь у нас Ван Скор, у которого 1800 голды есть. Не говори, что это будет Мидас, Иван. Да, наверное. А что еще? Что еще это может быть? Мидас с Ван Кликом. Дайгер, например. Ну, кстати, вариант неплохой. Не, ну абадон с дайгером, это не самая гнилая затея, мне кажется. Так, пока что он себе просто телепорт купил. Имперциям уже выиграют более пяти тысяч по золоту, пять тысяч по XP. Солюшн. Пойнт бустер приобрел. Все, весьма будет агоним. Ну и сейв ТП. Подбить вторую вышку, которой очень мало ХП. А есть ли фортикейшн, дистейшн есть, но, по-моему, не успевают, ребята. Ну, там сейчас залетает ультецкий от Сайлента. Он скорее тут, да, крипов пофармил, причем не хило так пофармил крипов. Ну, тут же разлет, разлет, ребят. Не собираются они там дальше что-то куда-то ссуваться. Ну и правильно делают, надо вообще до окончания Аегиса лучше здесь в драку не встревать. Да и вообще, на самом деле, осликам-то в идеале надо фармить. Да в идеале, конечно, да, в идеале нужно фармить. Но, понимаешь, там сейчас резолюшн, который с агонимом, гемом, и сейчас у него ночь опять будет. Ну, в смысле, ночь уже идет. Плюс он еще сейчас будет включать искусственную по кулдауну. И вот с таким вот Найт Сталкером будет сложно совладать. Причем одного Найт Сталкера пофиг, там еще Дум есть. Минут 20 надо еще жестко выфармливать. Осликам. Так, ну вот то, что у Шторма нету линки, это на самом деле неприятный момент. Так как очень сильно напрягать его будет товарищ Мак, который играет на Думе. Так, первый Некра уже готовый, вторый даже Некра уже готовый у Нейчерс Профита. Ну, сплит пушить здесь будет достаточно трудно. Такие герои играют против него, которые могут его щемануть в любой момент. Резолюшн, птицы, птицы. На хосте опять. А почему без дабл демеджа слабак? Не хватает у меня сейчас маны настолько пертости. Он же режим Вигаса потратил просто. Вэ значит Вигас? Да, Вэ значит Вован. Не путай кислое с Вованом. Так, Викитик, получает Войт, тут же включает ультимейт. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Да, у меня вот эта штука, короче, еще тут... Я тоже с вами. Выскакивают еще друзья, но я уже вышел из Стима. Кстати, да, экстримчик, пожалуйста, включи нам сюда эту штуку. Да, вот все, мы теперь разобрались. У нас, оказывается, помимо Факера есть еще целый офис людей, которые мерзнут, пока мы здесь. Эгоистичные сволочи в тепле, комментируем, там мерзнут люди. Гибнут тысячи. Гибнут тысячи у нас в офисе. И они включили слишком много обогревателей, поэтому у нас только что вообще во всем офисе вырубился свет. Кстати, еще, пожалуйста, включи заставку, у меня опять звук в Дота 2 ТВ слишком громкий. На самом деле, вы же не в курсе, что каждый день, когда мы проходим на работу, в спину нам идут тысячи жадных взглядов, летят куски снега, потому что в арене у нас тут заметено все по колено. Ребята в офисе сидят во льду, так сказать, в них ледниковый период. Да, Сережа быстро им вырубил все обогреватели, сказал мерзнете, собаки. Ну, все правильно. На самом деле, так, да ладно, я же только что вышел со Стима. Нет, у меня опять он зашел в Стим, лол. Менеджер Na'Vi зашел, хочет поиграть в Доту 2. Ну да ладно. Ну что, продолжаем. 18-11 в пользу Империи, нарастили они преимущество, пока нас не было, всего-то, наверное, где-то на 500 золота. 7500 по XP выиграют. Я так понимаю, был какой-то файт на Рошане, еще один. Да, скорее всего, именно на Рошане была драка, судя по тому, что его нет. Хотя нет, а Егиса вроде как нет. Может, его уже выбили, да. Что-то даже еще может быть. Расскажите нам кто-то из Доты 2 ТВ в чате, что произошло. Ну, судя по тому, что я вижу у Найт Сталкера башер, что ЦМка с Даггером и тут Хекс у Сайлента, мне кажется, у Имперцев все весьма неплохо. А что есть у Осликов? Алхимик потихонечку приближается, кстати, к Кирасе. 11 уровень, есть Плэйк Мэйл и Чайн Мэйл, 900 на руках, ну, мало-помальски он к ней приходит. Третий Некрафт Форстаф у Трона, есть Ультимейт Торп до Хекса, еще потеть и потеть, уже 2000 где-то ему надо. Ну и Вивер. Дезолятор будет совсем скоро. Да, Дезолятор Трир уже действительно почти насобирал, не хватает ему там порядка 700. Там в это время Имперцы пушат Тир-2 вышку. Ульта Фориона, конечно, это хорошо, но мы видим, что Резолюшн, например, вообще клал на нее с высокой вышки. Бигну заходит, что-то проведет фортификацион, тут же не хотят тратить КП у Т3. Ну и правильно делают, потому что тем временем Т3 забирает на Ботами Форион через третьих Некрафт. Отличная игра, кстати, теперь голые бараки, осталось собрать Дезолятор, Доминатор, сныкать Крипа. Ты, кстати, видел, как в последнюю игру выиграли корейцы, где играет демон МВК Фернс? Не-не, а что они там? Это вообще была поплава. Четыри ли? Раста, через мид, Аганим, Рефрешер, Висп, прилетают на Т3, Габша с Фурионом, две пачки третьих Некрафт. Нахрен, бараки за две секунды просто. То же самое со вторым лайном, через откат до рефрешера. Вторые корейцы уже в чат пишут Red, Dota, все дела, типа, они только выходят в смаке с базы, там сразу залетают на Т4, и там поплава. Так. Факер с обогревателем. Факер с обогревателем. Своим дома пришел. Я уже вижу мемы, факер с обогревателем, просто. До этого был факер с чайником, а сейчас будет факер с обогревателем. Сделайте, пожалуйста, мем, факер. Пристегнутый к батарее. Не-не-не, я знаю, знаешь, фотка с Титаника, там, где Леонардо Ди Каприо тонет. Потому что один в один, вот просто, факер мерзнет, знаешь, что тут называется. И обогреватель где-то рядышком такой, уфо, вот. Факер сейчас сидит, думаю, даже когда меня там нет, я виноват. Ну, конечно, виноват во всем именно факер. Тоже еще там может быть виноват. Ну что, трон начинает сплит-пушить, у него еще не было ультимейта третьего уровня, сейчас он его получает непосредственно вот с этой пачки хрипов. Ну и, кстати, он приблизился уже вплотную к Хексику. У кого-то сейчас будет Хекс. Хексик. Хексик. Так, Эмперция уже совсем близко к Т3 на нижней линице. Нам придется делать ТП-аут, ты понимаешь? Голые бараки на ботуме. Рейндж бараки, кстати, бил. Ты смотри, знает что-то. Походу реально в курсе, слушай. Может там Милишна уже просто отрегенился, и мы что-то не знаем. Так, кстати, Бигнум. Бигнум, Бигнум, Бигнум. А вот резолюшн этого товарища уже вряд ли отпустит, поэтому Бигнум сейчас... Да, здесь есть гем, есть баш. Проблема в том, что вот Флайу далеко отсюда убегать не надо, на самом деле, потому что Бигнум сейчас, если будет делать таймлапс, то... Да, его надо бы поймать. Вот Флай, ну боже, ну... Это же было понятно, как белый день просто. Почему он этого не сделал? Так, Флай, ну там линка. Откатилась линка. Дум тем временем забирает алхимика. Алхимик был близок к Терасик. Думу она, кстати, прилетела. Там он сейчас... В Транспире залетает. Чуами на фуллману. Дум тут же провел из ОБКБ. Пытается жестик отсюда уйти. Ну, маг вряд ли его отпустит. Левел дэд там. Да, да, да. Там отлично через левел дэд забирают. Кстати, еще ульта от Элдер Тайтона распугала. Она здесь всех. Трон пытается уйти. Трон будет делать тп-аут. Дум, 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 дум. Успевает повесить. Дум. Хотя можно было левел дэд, но ничего страшного. Вот он щелкнул. Трепл килл от мага. Ну и, скорее всего, ребята пойдут на Т3 на ботами. Тут еще пытаются догнать Бигнума. Бигнум сбивают линку. Ну, а Резолюшну тут терять особо нечего. Чего он сейчас побегает, если башер какой-то прокнет? Так, Резолюшн цепляют. На самом деле есть что терять. Это как минимум Маегис отваливается. Но там куча народу рядышком. Я думаю, что сейчас Ванскор будет халповать как может. Потому что цеплять больше Резолюшна тупо нечем. Резолюшн пошел по нижней линии. И будут заходить по этой самой нижней линии. Там Стан. Успел уйти от своей команды Рома. Прежде чем Стан в него залетел. Жуки повесились. Жуки повесились. Еще один мем. Еще один мем. Так, тут залетает у нас Штармила. Ну, это минус Бигнум. Бигнум избревает. Новый год от Сэмки просто царские раскатки. Стан в троих от Алхимика. Но просто никого не осталось уже у команды Осли Гейминг. Поэтому демиджа вносить просто банально некому. Викидсик скончался. Левел дед. Чоми тоже погибает. Но это гуд гейм. Уэл плейд. Для команды Осли Гейминг. Потому что здесь вряд ли что-то получится изменить. Несмотря на то, что сейчас рейснет урион. Сам Бигнсик здесь делать не может. Дум уже нормально нарезает. И просто распополамил только что визиджа. Минус одна линия. Топа, да, кстати, нету. ГГВП пишет. Чоми, да. Ничего удивительного нету. Тут драка проиграна была. Соло и драка достаточно случилась. Никого не случилось. Убить и командует Гейминг. Нет, ну они там старались, потели. В любом случае имперцы... Вообще игра была интересна изначально. Потому что с самого начала был экшен. Там мясо, кишки, кровь и так далее. Не ВП пишет Викит Сик. Недовольный, недовольный. Ну ладно, в любом случае. Отличная игра от обоих коллективов. Андрей, Макдуменко, кстати, отыграл на ноль. 8-0-10. 8-0-10? 8-0-10. Не погибал в этой игре. Not bad, not bad. Опять же, один из лучших, наверное, его думов. Почти-то на ноль. Субтитры сделал DimaTorzok. Почти-то на ноль. Он утром. На ноль.